так матроскин том что тебе стыдно за чеченцев которые орут ахмат силы по идее у нас для поддержания нашего языка у нас должен был быть не день чеченского языка на который у нас как кадыров и его свиты наряжаются в черкесский там национально чеченскую одежду или в последний раз вообще в кольчугу оделся не так это должно было быть тумсо правду нам несет народ чеченский он спасет злой кадырка побежден тумсо славой награжден и 4 свободным воздухом вздохнет красотой и славой расцветет круто круто ведь у нас творческие личности есть почему-то люлюка фырова уважительно называешь рамзан ахматович а не просто рамзан это это такое стекло знаешь такое стекло все упрекают нас что мы всегда говорим на своем присутствии человека другого другой нации почему наш язык умирает потому что мы не говорим на своем языке на самом деле мы говорим просто на непонятном для не чеченцев языке но в редко можно сегодня встретить компанию чеченскую двух человек или более которые говорили бы исключительно и чеченском языке очень редко и мало того что это ты не видишь это где-то на улице там когда молодежь встречается ты теперь не видишь это на официальных мероприятий это не видишь это на каких-то совещаниях там да который проводит кадров нет этого всего мы не видим уже каких-то изданий которые бы исключительно выходили на чеченском языке я сейчас не не говорю о марше радио до марша радио это респект люди единственная по моему такая организм на одну компания которая вещает на чеченском языке понимая что вещь вещая на чеченском языке у них будет сломая маленькая аудитория это прекрасно знают но тем не менее они трудятся над этим не оставляют это большой респект им за это действительно приятно бывает зайти там посмотреть новости почитать просто чтобы послушать чистую чеченскую речь давай а так в основном очень редко сейчас мы видим такие мероприятия и большинстве опять респекта нашим европейским чеченцам здесь мы видим что когда проходит здесь какие-то мероприятия организовывать это политические силы и общественные силы мы видим что здесь пытаются стараются говорить исключительно на чеченском мы видим даже когда вот даются какие-то интервью там официальными лицами допустим закаиваем там например закаиваясь идет интервью марша радио закаива исключительно говорить на чеченском языке и это приятно слышать за это респект но этого очень мало видите я могу называть даже вот фамилии конкретные места где на самом деле это должно было быть как бы в порядке вещей поэтому язык когда вымирает к сожалению возвращаясь тому на каком языке у нас говорят когда встречаются люди у нас говорят на таком смешанном русское чеченском языке и даже если русский человек будет стоять в принципе смысл того о чем мы говорим поймет если мы не будем пытаться это от него завуалировать то он поймет о чем идет речь потому что очень много слов бывает на русском языке ты гонишь по поводу того что почти никто не говорит на чеченском на чистый чеченский ну ладно допустим что я гоню том что еврейский язык тоже был потерян на нем почти не говорили его возродили только после появления израиля и теперь это официальный язык израиля ты веришь чеченский язык будущее языка да безусловно я не говорю что он вымрет я не говорю что он вымер но он вымирает то есть сейчас у нас идет процесс именно уничтожение этого языка но это не значит что мы должны с этим смириться и сказать а ладно пускай сгидит нет конечно я убежден что он не вымрет и начала он воспрянет мы начала освободимся от оккупации мы снова ведем поменяем будем от кириллицы ведем там как посчитают наши ученые в сфере сфере филологии там лингвистики как они посчитают ну как они решат ведем там либо латиницу либо арабскую вязь и я думаю что мы будем и документы оборот будет на своем языке как грузии как в армении как в азербайджане у нас будет уже сам при этом русский язык наверное тоже уже мы его не забудем не уйдем от него потому что все таки но это тоже в нашем нашем регионе в целом это нужный язык для взаимодействия с другими кавказскими народами так уже завелось что это стало таким нашим меж кавказским международным языком поэтому будет и русский язык надо будет делать акцент также на английский язык на арабский язык там все все говорят на чеченском с моем селе вообще не говорят на русском да перестань в твоем селе в твоем селе если найдутся несколько человек которые будут говорить на чисто чеченском языке они не вклинивая туда каких-то русских слов то это редкость есть еще такие люди мы не говорим что вообще нет но мало сожалению очень мало по идее у нас для поддержания нашего языка у нас должен был быть не день чеченского языка на который у нас наряжаются как кадыров и его свиты наряжаются в черкесский там национальной чеченской одежды или в последний раз вообще в кольчугу оделся и какие-то там проходят концерты увеселительные мероприятия не так это должно было быть поддержание чеченского языка должен был происходить за счет телевидения которое вещало бы только на чеченском языке различные издания интернет издания радио газеты там все такой вот всесторонняя прям агитация должна была идти чеченского языка документы оборот должен был вестись на чеченском языке возможно параллельно там или как угодно в общем школах как-то очень серьезно должен был преподаваться чеченский язык каким-то таким образом это должно поддерживаться они какими-то усилительными мероприятиями когда мы наряжаемся какие-то наряды приходим смотрим концерты и потом расходимся по домам и на год забываем об этом спасибо что означает когда по-чеченски вы пишите текст и добавляете цифру это вот как раз та проблема введение вот этого кириллицы в наш язык вообще это опять-таки мое субъективное мнение мое такое личное наблюдение но я считаю что когда когда вот эти вот языке письме какого-то народа появляются вот эти двойные тройные буквы это говорит о том что что-то вот с этим письмом вот что-то не подходит к тому народу мое такое вот субъективное мнение может кто-то с этим поспорить например там у немцев да есть три буквы дают один звук ш но мое мнение что это ненормально это это вот что-то значит как-то они до такой степени они пытались что-то пристроить и и начали вот колдовать этими буквами и вот в чеченском языке тоже начали колдовать с этим буквам потому что чеченском языке очень много звуков просто крайне но я не знаю каком еще языке есть только звуков и эти звуки естественно на эти звуки не хватает тех букв которые есть кириллицы соответственно надо как-то надо эти звуки изображать и вот начали заниматься вот этим вот не знаю как это назвать но в общем ерундой начали заниматься придумывать какие-то символы и такие буквы как например звук а этот звук изобразили просто палочкой палочки ее нет ни в клавиатуре нигде поэтому ее изображают единицей а потом такие буквы как там эти буквы начали совмещением других тихбук то есть г и а дает вместе типа звука там в общем вот эти вот все моменты и на самом деле я я не очень жалко тех людей которые не чеченцы и должны если им придется изучать чеченский язык но это жесть просто с тем как сейчас дела обстоят это очень сложно просто размер очень сложно поэтому я конечно сторонник того что от этой кириллицы сто процентов надо уходить я бы я наверно мне по моё мнение что для нас было бы идеально перейти на латиницу это моё мнение может быть неправильно может быть там кто-то скажет арабская грязь для нас ближе может быть не знаю пускай решают специалисты так матроскин там что тебе стыдно за чеченцев которые рут ахмат силы слушай стыдно ли мне за них не знаю пока ты это не спросил я я не чувствовал за них стыда стыда не было такого чувства стыда сейчас когда ты спросил я задумался об этом наверное меня не с нарядами за них стыдно но мне мне это не это неприятно это среди 3 другие чувства у меня это вызывает не стыд хотя может быть это должно вызывать стыдно не знаю так тема и 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